Приветствую вас. Вопрос задаёт Татьяна. Её мучают сны, сны о прошлом, вот, определённые ситуации, определённый, скажем так, определённый сюжет, вот, хотя сейчас ей уже, в общем и целом, не актуально, то есть это сны из прошлого, сны про школу. Вот, где она чувствует себя по её собственным словам лузера, вот, и, соответственно, как бы стремится всё исправить. Вот, значит, она говорит, что делать, спрашивает. Ну, во-первых, судя по тому, что вы описываете, у вас было довольно мощное потрясение. То есть, ну, вас, грубо говоря, впечатлило что-то очень сильно. Вот, ну, в этой ситуации вас впечатлило что-то очень сильно, на мой взгляд, и, соответственно, вот вы, получается, как бы снова и снова это проживает. Вот, сильное впечатление – это вопрос травмы, то есть это вопрос того, что вас травмировало, это вопрос того, что вы, значит, ну, оказались вот в такой ситуации для себя непростой. И, с чем сложнее всего? Справиться, как правило, человеку в таких, ну, в таких условиях – это с ощущением беспомощности. То есть, с ощущением того, чтобы что-то вот нельзя, ну, что-то нельзя изменить. Вот, на мой взгляд, именно этот момент является одним из определяющих факторов, на мой взгляд. То, что вы не можете принять беспомощность. То есть, например, у вас в школе были какие-то проблемы, у вас в школе были какие-то трудности, и, ну, ничего удивительного в этом, в принципе, нет. У многих людей возникают трудности на одном этапе жизни. Вот, но ваша ситуация отличается тем, что вы, как бы, в ней застряли. Вот, вы, как бы, застряли в этой ситуации. Вы застряли в этом положении. Вот. И здесь нужно понимать, что ситуация непростая, да? То есть, во-первых, что-то вам мешает относиться к этому, ну, просто как ко сну, что-то, ну, сонный, 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 сонный. Вот. Нет, вы так не можете. Вас именно вызывает это некоторое ощущение, желание, ну, желание с этим что-то делать, да, обязательно. То есть, вот так, ну, так, так просто оставить вы это совершенно очевидно не можете. Вот. Здесь возникает вопрос, почему, да? Второй вопрос, который, в принципе, может, ну, может возникнуть естественным образом. Это вопрос касается актуальности для вас в настоящей жизни. То есть, что я, что я имею в виду, говоря про, ну, допустим, актуальность, да? Говоря про актуальность, я, конечно, имею в виду то, насколько вам интересна ваша жизнь сейчас, вот, ну, конкретно в данный момент. Вот. Насколько она вам интересна, насколько, насколько она для вас, ну, скажем так, актуальна, да? Потому что, ну, если вы, скажем так, если вы все время возвращаетесь вот в прошлое, да, то вполне возможно, что в настоящее вас что-то не устраивало. Вот. Вполне возможно, что настоящее вам, ну, по той или иной причине не нравится. Оно для вас неинтересно, оно для вас неактуально, и, соответственно, вы, ну, относитесь к этому вот так, как относитесь в целом. Вот. И отсюда, как бы, возникают такие вот проблемы у вас. Вот. И, соответственно, что, с этим, с этим нужно работать. Вот. В первую очередь. То есть, то есть, с этим нужно именно, именно работать, с этим нужно именно разбираться, это нужно именно проживать. Ну, вот. А, ну, потому что, само по себе вас это не отпустит. То есть, если бы, ну, если бы отпустило, то уже бы отпустило. Вот. Так, как бы, получается, что вас это не отпускает, ну, соответственно, значит, и не отпустило. Вот. И работать нужно, как бы, в этом направлении. Вопрос только, вопрос только в том, да, как бы, ну, хотите ли вы, хотите ли вы этого, ну, вот, на самом деле. А, ведь у того, чтобы снова и снова возвращаться в это состояние, есть и такая не очень, не очень удобная штука, штука, которая у многих людей вызывает сопротивление. Ну, вот. Эта штука называется вторичная выгода. То есть, да, мне неприятно находиться в этом состоянии. То есть, да, мне не нравится то, что мне это, мне это снится. Да, я хочу от этого избавиться. Но, эээ, я что-то, эээ, благодаря этому получаю. То есть, что-то я выигрываю, говорит. Вот подумайте, пожалуйста, для себя, что бы это могло быть. Что бы вы могли от этого для себя получать? Какую вторичную выгоду вы могли бы с этого иметь? Вот. Не нужно думать, что вы, там, допустим, как-то специально что-то делаете, ни в коем случае. Не нужно думать, что вы, как бы, сами себе вредите. Это совершенно не обязательно. Вот. Но важный момент, на который нужно обратить внимание, это то, что вот вторичная выгода, она реально, она реально существует. Вторичная выгода, она реально может направлять, как бы, ну, может управлять нашими действиями. К сожалению. Вот. И, соответственно, это нужно учитывать обязательно. Соответственно, это нужно обязательно иметь в виду. И, как, значит, правильно сказал мой коллега, то, что, поскольку сон, ну, ваше сновидение здесь является чем-то вроде вводного, вот. То есть, вот, ну, то, что вам, то, что вам снится, да, это вот что-то вроде вводной такой части. То есть, вы взимодействуете с, ну, с проблемой, как бы, через, получается, с, ну, сновидение. Вот. И, соответственно, вам нужно обратить на это внимание в первую очередь. Вот. То есть, эээ, какие ассоциации вас вызывают, эээ, в первую очередь, ээээ, ну, сон. То есть, вот, когда, к примеру, вы, там, начинаете об этом, ну, допустим, думать или говорить или вот что-то такое. Да? То есть, что происходит тогда? Какие возникают у вас эмоции, какие возникают у вас чувства, какие возникают у вас, эээ, переживания и так далее, вот. То есть, это всё очень важные, это всё очень важные истории, вот. Для вас это всё очень важные истории. Почему? Да? Почему так? Потому, потому что, это ключик, эээ, к пониманию, эээ, ситуации, в которой вы оказались. Это именно, что ключик, вот. И ключик, ну, такой, достаточно важный и серьёзный. Эээ, с точки зрения психологии, сон вам необходим для того, чтобы вы решили какую-то важную для себя проблему. Вот. Эээ, что пытаетесь сделать вы, 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 как бы, пытаетесь от этого избавиться. То есть, пытаетесь проблему не решать, как раз таки. Вот. Ну, это, вот, эээ, бегство. Да, вполне возможно, что вы не знаете, что вам делать. Вполне возможно, что вы не знаете, что вам с этим делать. И, здесь, как бы, очень важно, как с одной стороны, эээ, полностью не уходить, эээ, в, эээ, в, эээ, сновидения, да. То есть, полностью не, эээ, делать ставку именно, именно, вот, на то, что, ээээ, ну, скажем так. На то, что, вам снится. Вот. То есть, с одной стороны, на эту ставку делать не надо. С другой стороны, эээ, обращаться к этому, эээ, как к определенному ресурсу, ээээ, который вам, ну, может, ээээ, дать, ээээ, некоторое, понимание, того, что происходит, эээ, более чем реально, более чем возможно. Вот. И, вот, именно, как бы, потому, эээ, именно, по та, именно по той, ээээ причине, что, очень легко, ээээ, перегнуть палку, да, очень легко, ээээ, как-то, эээээ, ну, эээээ, себе навредить, грубо говоря, в этой ситуации, вам и нужен как раз психолог, да, вам нужен как раз человек, который мог бы направить вас и мог бы не позволить вам, сам условно говоря, себя потерять, да, то есть, ну вот, чтобы вы себе не навредили, не навредили себе, вот, чтобы вы остались, ну, остались собой, скажем так, вот, это все очень важное, и одна вы, ну вот, с этим, как бы, на мой взгляд, справиться не сможете, вот, именно одна, одна вы с этим скорее всего не справитесь, вот, почему самостоятельно, если бы, вот, могли бы, да, то, как бы, уже бы давно, что называется, что-то бы сделали, вот. Поэтому я думаю, что вам нужен психолог, вот, вам нужна помощь в, ну вот, в работе над собой, вот, вам нужна поддержка обязательно, то есть, ну вот, в любом случае, вам нужна поддержка, вот, потому что так вот самостоятельно справиться, справиться с этим нельзя, вот, вам нужна поддержка, соответственно, и, соответственно, помощь в том, чтобы направить, направить, вот, скорее всего, речь идет, речь идет о травме, то есть, ну, это вот такая определенная травма, которая у вас, ну вот, имеет место быть, которая вас, ну вот, до сих пор, скажем так, тревожит, вот. А травму, чаще всего, травму люди не проживают, то есть, они, как бы, от своих эмоций, получается, бегут, они от своих эмоций, получается, пытаются дистанцироваться, но вот, как это делаете вы, особенно, если у вас были, там, условно говоря, не слишком эмпатичные родители, да, которые, вот, ну, как-то не очень участвовали в, ну, вот, в вашей жизни, не очень участвовали в том, что, в том, как вы жили, в том, что в том, какие у вас, ну, условно говоря, были, были, ну, переживания, вот, то есть, все это, конечно, вот, вы привыкли как-то себя обесценивать, вы, возможно, привыкли даже как-то вот, что называется, держаться, планку, да, держаться, планку того, что вы, вот, ну, обязательно, такая, сильная, да, что вы обязательно, вот, такая, значит, ну, совсем справитесь, да, что вы обязательно все сами сможете и так далее, вот. То есть, опять же, здесь мы говорим о чем? Мы здесь говорим о том, что, чтобы иметь возможность проблакать, вот, то, что, ну, вас, то, что вас беспокоит, грубо говоря, вот, иметь возможность это прожить, то, что у вас, то, что у вас болит, вот, и иметь возможность вспомнить, вспомнить, вспомнить для себя, те чувства, которые на это возникали, вот, но которые вы себе, вот, сами, скорее всего, запрещали, вот. То есть, на самом деле, такая, достаточно интересная, непростая работа, вот. И эту работу, ее лучше, лучше, конечно, выполнять вместе с кем, вот, то есть, вместе с психологом, вот. Но решать, конечно, это вам. В любом случае. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать работу над собой. Желаю вам всего доброго. Удачи.